Вот по-другому. Мое утро началось с одного вопроса, который исходил от женщины, у которой разбитое сердце. Она спрашивает, мой муж развелся со мной и годовалого грудного ребенка с собой забрал. Вот так вот в наглую. И мне, говорит, так тяжело. Вы же понимаете, говорит, материнское сердце. Вот как мне быть? Я вот никак не могу смириться. Мне тяжело. И вот когда этот вопрос она задала, я подумал, чтобы ей на этот вопрос ответить, целую лекцию решил сделать. Я вспомнил сурату Аль-Касас, где Всевышний Аллах рассказывает историю о том, как фараон, он узнал, что родится ребенок, который станет причиной лишения его царства, развала его империи. Он каждого новорожденного мальчика он резал, жертву приносил. В год по 70-80 тысяч детей. Он просто вот новорожденных он резал, как ягнят. И вот эту историю рассказывая, вот Аллах этой суре подробно ее описывает. Аллах говорит. Бисмиллаху рухману рухим. Бисмиллаху рухману рухману. Внушили ей. Что внушили? Чтобы она своего мальчика Мусу, который родился в то же время, в тот же период, который также должен был стать жертвой фараона. А если вдруг тебе станет страшно за него, люди узнают. У них же были шпионы, которые смотрели у кого-то родился. Если вдруг тебе станет страшно за него, пусти его в реку Нил, в сундуке. Ты не бойся и не печалься. Я непременно этого малыша верну к тебе обратно, в твои руки обратно верну. И в конце я его сделаю из числа посланников моих. Вот так Всевышний Аллах сказал. И когда она кормила этого ребенка, слушаясь Всевышнего Аллаха, первые три месяца она его прокормила, и потом она почувствовала страх, угрозу. Об этом ребенке никто не знал, кроме дочки этой женщины, то есть родная сестра Мусы, алейсалям, ее тоже Марием звали. Кроме них никто не знал, что этот мальчик родился. Она его кормила первые три месяца, потом она взяла, сделала для него сундук, замазала этот сундук с внутренней стороны смолой, чтобы вода не просачивалась. Сделала, как колыбель для нее, из этого сундука, поставила Мусу, алейсалям, в этот сундук и пустила в реку Нил, полагаясь на Всевышнего Аллаха. Аллах же ей внушил, она, слушаясь, доверяя Таваккалделея Всевышнему Аллаху, она вот так сделала. Своего ребенка трехмесячного пустила в реку Нил, представляете? И потом приспешники фараона и его окружения находят этот сундук, смотрят, как Аллах делает. Именно к ним этот сундук попадается, подбирает этот сундук и относит к фараону. И когда этого мальчика отнесли, они увидели его, они его хотели убить. Асият, которая была верующей женщиной, праведной женщиной, одна из лучших четырех женщин в истории человечества, будущая супруга пророка Мухаммада, саллиллаху алию саллим, в раю, она, когда они хотели убить этого ребенка, она говорит, оставьте, не убивайте его, она же царицей была. Он говорит, радость для моих отчей, надеюсь, что он нам пользу принесет. Ему его, говорит, своим ребенком сделаем, усыновим его. И фараон, он прислушался ее мнения. Он остался там, и Аллах дальше рассказывает, мы не дали возможности этому мальчику, чтобы он кормился чем-то молоком, чужим молоком, кроме как молоком своей матери. Какая бы женщина ни подходила к нему, он ничью грудь не принимал. И в этот момент узнал об этой вести, мать пророка Мусы, алейхиссалям, она говорит, свое сердце освободило, ее сердце опустило от всего, кроме ее малыша. Ее сердце заполнилось Мусой, алейхиссалям, из-за страха, что именно к ним он и попал. Как Всевышний Аллах ее испытывает. Как ее сердце разбилось в этот момент. И тогда она отправляет свою дочку Марьям посмотреть, что там происходит, что они с ним делают. Дворец-то большой, слуга много. Она как одна из слуг, попадая туда во дворец, и с украдкой смотрела, что там происходит. И когда этот ребенок никак ничем молоко не принимал, она подходит туда и говорит, я могу вам помочь. Я знаю одну семью, которая в состоянии этого ребенка на себя взять, прокормить его. Она побежала домой, привела мать Мусы, алейхиссалям. Она пришла туда, и когда она его поднесла к груди, он начал это молоко брать. Эту груди он начал брать, начал питаться этим молоком. Тогда засомневались присвечники фараона, и фараон, почему именно ее молоко уберет. Она говорит, эта женщина известная приятным запахом и приятным вкусом молока. Только поэтому. Если бы они узнали, они же этого ребенка убили, вот всего, что он такую обстановку создает, и ей дали разрешение ребенка забрать, пока он будет кормиться грудью до этого возраста, около двух лет. И представьте себе, за то, что каждый день она кормила этого ребенка, уже и ребенка фараона, и асиад, он же уже им принадлежит, они еще одну золотую монету ей платили. Вот что такое барракат. Такой барракатный мальчик, рыжик домой начал, уже будучи младенцем, уже добытчиком стал. Как будто бы вышел в реку Нил, пошел к фараону домой, и оттуда начал каждый день по одному динару начал зарабатывать. Представляете, вот такая интересная история. И вот после этого Всевышний говорит, а они-то не знали, фараон, его визир, Аман, его войско, что мы его против них же готовим, что он как раз таки станет причиной распада его империи. Так и получилось. Вот такая вот история. Вот Всевышний Аллах за то, насколько был несправедлив фараон, Аллах дал к нему мощь, силу, правление, империю. Он как поступил с этими именатами? Он начал, детей как огня отрезать начал, он начал беспредел устраивать. Насколько он себя неправильно повел, настолько Аллах этого же ребенка против него же настроил. Муса, алейсалям, стал причиной гибели фараона. Он утонул в море. Мы же знаем эту историю. Вот так же, пусть Всевышний Аллах даст терпение этой женщине, которая мне вопрос задавала, чтобы Аллах вернул этого ребенка к ней, будучи праведным человеком, как Муса, алейсалям. Насколько она проявит подобие, сходство к матери Мусы, алейсалям, которая доверилась Всевышнему Аллаху, пустила его туда, в реку. Аллах сказал, я ее верну к тебе непременно, не бойся и не печалься. Вот настолько Аллах его сделал таким великим человеком. И если эта женщина, она проявит такое же достойное упование на Всевышнего Аллаха терпение и не будет печалиться, иншаллах рахман, этот притеснитель, ее муж, он наоборот пострадает от этого ребенка. Дай Аллах, чтобы этот человек таубу сделал, чтобы он не пострадал, потому что Аллах, он притеснителей не оставляет. Аллах суров в наказании, имена в плане притеснителей. И настолько же, иншаллах рахман, этот ребенок станет праведным человеком, радостью очей для этой женщины, что она будет вспоминать эту историю и будет говорить, о Аллах, я благодарна тебе за то, что ты меня провел через путь матери Муса, алейхи салям. Аллах, Аллах и разрабь Аллах . Аллах Продолжение следует...